Девушки отдыхают Со своих плеч на чьи-то другие То есть, в принципе, частично Просто попросил Описать темы, как все эти Желающие размышления куда-то пропали Ну, видимо, должно быть Что сам придумал, сам Размышляет, сам это, сам Все сам должен делать, ладно Хрен бы с ним, и так, из того, что написали Так, это Первый изотоп Давний-давний очень подписчик Еще, по-моему, с первого канала Он же Дениска Так, значит, он спрашивает Было бы интересно услышать мнение О нашей агропромышленности Сможем ли мы возродить ее, как было раньше И есть свои продукты И покупать их за адекватные цены А не травиться всякой химии и ГМО Ну, а у меня встречный вопрос А готов ты вот в жару и летом Пока все отдыхают Поехать на дачу и вооружившись Лопатой, тяпкой и граблями Подымать нашу Агропромышленность, что называется В рукопашную Просто мне так всегда интересно Что вот эти люди, которые хотят Есть дешевую картошку без пестицидов Сами-то на дачу так-то не рвутся И в деревню не хотят И фермером стать не мечтают Агропромышленность наша Как бы сказать, понимаешь, что у нас Деревни вымирают Никто в деревне жить не хочет Все стремятся в город Стриснуть оттуда В деревню остаются одни старики И старики умирают Все, домик в деревне Никому уже не нужен Как гласит в рекламе Хорошо иметь домик в деревне Хорошо иметь домик в деревне Которая примерно в двух часах езды от города Если там, блядь, два дня надо ехать Нахуй нужен такой домик в деревне Вот и вся истина Как бы все колхозы Все, что было нарощено годами коллективизации Все давно просрано Это хер восстановишь И это только кажется Что, как бы, вот, страна огромная Земли до хера Сей, паши, блин Собирай урожай Ну, я думаю, что Агропромышленность Там восстановится Только когда Ведут полностью Автоматизированные роботы Комбайны Роботы-сборщики То есть Чтобы все вот это Собирать Пахать Сеять Ну, то есть Люди-то этого делать Уже не хотят Как бы Таджиков туда Засылать Не знаю Тоже можно было бы Я думаю, что Есть, есть фермы Есть молокозаводы Где полностью Работают узбеки Таджики Я такое видел Когда там приходишь Говоришь Слушайте, где у вас Можно молока купить Говорит А вон бочка Видишь Подходишь Ведро берешь Хуяк Черпаешь Я после этого Долго молоко Вообще не пил Вот Плюс ко всему Не случайно Рухнула вся эта Агропромышленность Вот казалось бы Да, почему Не может страна Там, которая И нефть продает И картошку Саму для себя Выращивать А что тогда У Белоруссии Покупать На чем Строить Партнерские Отношения То есть Знаете Это такая вещь Что Как бы сказать Был такой случай Когда даже По моему БТР в Италии Закупали Потому что Нужны партнерские Отношения Там с ними Налаживать Какие-то В том числе И финансовые Нужны нам были Эти французские Мистрали Как вы думаете Которые Ни хрена В минус 20 Плавать не будут Нет Не нужны А зачем Мы тогда их купили А потому что Партнерские Отношения Надо налаживать Мосты И поэтому В солнечных Ближних Зарубежьях Закупать Арбузы Которые Уколоты Шприцом Чтобы были Покраснее И которые Продаются Здесь уже Из года в год По более и более Бешеным ценам То есть Ну грубо говоря Сколько там Арбуз Там в прошлом году Стоил 35 рублей Килограмм Или что-то Типа того А что такое арбуз Это блин Ягода Которую на грядке Посеяли И все Ее дождь поливал Даже Ее не ходил Таджик с ведром Не поливал Рукопашную Я думаю И просто Такие сумасшедшие Бобосы Они хотят Ну в принципе По рынку Походи Может дешевле Найдешь Хотя Крупные Универмаги Кстати говоря Вот эти Всякие Ашаны Там и то Эти арбузы Стоят дешевле Чем вот у этих Фермеров В этих сетках Но Как показала Эта комиссия Которая там Измеряет Уровень химии В универмагах Вот эти вот Дешевые арбузы Они более химические Чем вот Купленные Где-то на улице Из арбузной сетки Плюс ко всему Кстати Вопрос Об общем возрождении Аграрности Стоит заметить Что у нас Где-то наверное В половине страны Такой климат Что вообще Хренчо вырастет Человек не может Ну нельзя прокормить Всю страну Только тем Что выросло летом И потом было куда-то Заныкано Нужен эксперт Круглый год То есть все равно Что-то так или иначе Будет завозиться Из жарких-жарких стран Но какую-то Свою долю Импортозамещения Иметь все-таки надо И вот сейчас Кстати Вот как только Объявили эти санкции Что не будет Яблок из Польши Еще что-то Вот теперь Наше фермерское Хозяйство Сразу Все о нем Вспомнили Сразу начали Вкладывать туда Деньги Что раньше Не понимаю Никого это не Интересовало Все хотели Открыть какую-нибудь Ферму Натягивать потолки А никто не хотел Открыть ферму Блин И что-то там Выращивать То есть у нас Люди наперед Как-то не думают Все решают По ситуации Так что Если санкции Еще больше Ужесточаться То я думаю Что наши Наши деревни Тут же воспрянут Духом Но опять же Смотрите Допустим Если там В деревнях Начнут там Создавать опять Колхозы Там или просто Скупать часть Урожая У фермеров Тогда у фермеров Появятся Деньги И что делают В нашей деревне Когда у людей Там появляются деньги Они идут бухать То есть сбухаются И помрут Либо такой итог Либо просто На эти деньги Они уедут Из деревни И таким образом Страна фермера потеряет Поэтому Я думаю Что нам Нас спасут Роботы Роботы-фермеры Больше ничего Больше никак Ну Если только Знаешь Не перенести Все тюрьмы Куда-нибудь В глубинку В Сибирь И там всех заставить Копать Пахать Выращивать Тоже вариант Но у нас Вместо этого Сейчас по случаю Праздника Объявили глобальную Амнистию 60 тысяч По-моему Заключенных Выйдут радостно На свободу И пойдут Искать Себе Работу С судимостью Без рекомендаций Без всего Ой, блядь Что будет Не знаю Ну да ладно И второй вопрос От Дениски Чуть-чуть Об автопроме Нашем Веришь ли Что они Сделают Что-то дельное А главное Доступное Для среднестатистического Человека Вроде Нас с тобой Ну Уже вот Недавно Только На прошлых Выборах Президента Некто Олигарх Михаил Прохоров Хотел сделать Машину Которая Поднимет Российский Автопром С колен Будет доступна Для всех Ездить на электричестве Называться Она будет Йо-мобиль И что Вот Сейчас я стану Президентом В следующем году Эта машина Поедет В массы Блядь Ну вот Видишь ты хоть Один Йо-мобиль На улице И я не вижу Потому что Их нет Да и просто Представить Знаешь Что Будут В автосалонах Рядом С Опелями Какими-нибудь Тойотами Мерседесами БМВ Стоять машины С названием Йо-мобиль Это Это Также Не знаю Это у меня ассоциируется С этими Семейкой Джетсон Из мультика Джордж Джетсон И сын его Элрой То есть Наш автопром Я не знаю Какие проблемы У нашего государства С тем Чтобы Сделать нормальную машину Блин У нас Хорошо делают Танки У нас хорошо делают Там БТР Бронемашины Что угодно У нас хорошо делают Оружие для убийств И вот Жигули Это точно Такое же Оружие для убийств Только Оно сокращает Население Внутри страны Потому что Это просто Ужасные машины Блять Я когда сажусь В Жигули Мне страшно ехать Страшно ехать Быстрее 60 км в час Потому что Даже спереди Я сажусь Отодвигаю сиденья Блять Назад Все равно У меня нахуй Колени уперлись В бардак Я сижу Просто блять В этой капсуле смерти И смотрю На вот эту торпеду Которую у меня перед лицом Где написано Жигули Как ёбаная блять Доска То есть Если Мы допустим Врежемся на скорости 40 км в час Эта хуйня сломает мне ноги Если 50 км в час Блять Я просто буду изувечен 60 км в покалечен И на скорости 70 км в час Я уже блять Скорее всего Вообще не выживу Блять При столкновении То есть Если я хотя бы еду В какой-то иномарке Меня Мало того что Успокаивает надпись Airbag Да Воздушная подушка Ну хуй с ним там Говорят что она не всегда Срабатывает Ну блять Хоть когда-то посрабатывает Плюс я вижу что Торпеда напротив пассажира Абсолютно гладкая Она хоть немножко мягкая Об неё уебаться Блять Милое дело А блять Об Жигули убиться Это пиздец какой-то И сейчас вот делают эти Лада Приора Блять Лада Гранта Я Блин В Приоре Внутри сидел Блять Там места Больше вообще Не на сантиметр Не стало Будь проклят Этот долбанный автофром Да понятно Чтобы делать Выпускать новые машины Надо перестроить Всю производственную линию Блять Так вы Ёбты Даже хоть чертёж-то покажите Хоть нормальные машины На какой-то выставке Вон там Наш внедорожник отечественный Показали Блять Он был картонный А внутри пустой Ёб твою мать Нахуй Его вообще туда привезли Эту херню То есть Пусть блять У нас будут двигатели отечественные Пусть он блять Будет Еле разгоняться Блять Ездить нахуй Не больше 120 Блять Километров в час Пусть над нём Над нашей машиной Угорает в топ-гире Они и так угорают Над нашей машиной в топ-гире Ну пусть она хотя бы Блять Хоть какой-то комфорт Блять Имеет Пусть она будет большая Пусть Чтоб я хоть немного мог В ней ноги вытянуть Блять Чтоб в багажник влезало Что-то кроме запаски Блять То есть я хрену Верю ли я Нет Я не верю Что у нас когда-то Будут нормальные машины Только если мы Блять Нападём на Германию И её захватим Потому что Во всех европейских И американских странах Производством И разработкой машин Занимались Люди Одарённые люди Да Ну потому что Феррари Это фамилия Энзо Феррари Ламборджини Фамилия Фердинанд Порше Блять Основатель Порше Фамилия Да Они там В войну танки Ещё там делали Фердинанд Вот То есть Форд Фамилия То есть Ну понятно Да логика То есть За каждой маркой Автомобиля Стоит какой-то человек Который взялся Это делать У нас Что такое Блять Жигули Ёма Что это нахрен Такое вообще Жигули Это что Это место Какое-то О чём это название Я бы мог Залезть в интернет И погулить Но мне не очень Интересно Блин Я ничего не хочу знать Про эти машины Про наши Какие они там Собираются выпускать Нет Когда они что-то Собираются выпускать Я всегда с любопытством Лезу и смотрю Потом вижу И Выключаю Лада Лада Приора Хапни Горе Вот это Всё Блин Поэтому Пока у нас Не появится Какой-то человек Который Ну не такой Как Фоменко Который Блять За кем-то хуем Делает гоночную Машину Под названием Маруся Которая Всё равно Никогда Ничего нигде Не выигрывает Блять Потому что Уровень бюджета У Маруси И у Ламборджини Блять Охуенно Разный Я думаю Вот Но появился Прохоров Который Хотел сделать Её мобиль Почему-то Он его Блять Не сделал Хотя и денег Вроде дохера И всё равно Ничего не получилось Или может он Типа Блять Не выбрали меня президентом Хуй вам всем А не машина Пошли в жопу Ездите Блять На Жигулях Может быть и так Я не знаю Но вообще В принципе Вбиться В производство Отечественных Машин При том Что Как бы В городах И так В крупных Сейчас Просто Адские Блин Пробки Но И как бы Ещё выпустить Дешёвые Отечественные Машины Чтоб даже Те у кого денег Немного Могли купить Машину Блять Да мы Тогда просто Не знаю Выехал из дома Встал в пробку На проспекте Блять И просто Стоял до ночи Нахер Это будет просто Невероятно Отстойно Всё Но при этом Уже Сейчас Вот-вот Попрут Крутые тачки Из Китая Из Китая Как и из Кореи Блять Жили Это прошлый век Я уже видел Одну китайскую Или корейскую Машину Недалеко от дома Она бля Внешне на BMW Похожа Она выглядит Охерительно Она стоит Дёшево То есть Просто я думаю Что нет смысла Развивать Отечественное Про автопром Когда все Сейчас перейдут На китайский И В то же время На дорогах Я вангую Что будет Блять Полный коллапс Ближайшие Десять лет Крупные города Просто превратятся В одну Огромную Стоящую пробку Блять Потому что Никто Никаких Вопросов С пробками У нас Не решает Так же Как и Никто Даже Блять И нахуй И не взялся Еще решать Проблемы С парковками Машин У жилых домов То есть Хорошо Если сейчас Новый дом строят У него есть Подземный паркинг Но Блять Парковочное место Там стоит Миллион рублей Блять Хуительно вообще Мало того Что я у вас Блять Квартиру покупаю За хуй На какие деньги Давайте еще Блять Вот этот вот Кусок земли Блять Три метра Так 2 метра Так Блять За миллион рублей Куплю Я же ебнутый Почему бы и нет То есть Что за цены такие Вот Ну где-то Может и подешевле Я не знаю А если дома Построены были Еще при Советском Союзе Блять И там было рассчитано Что на семью Будет один автомобиль А не три Не пять Блин И плюс еще Во дворах Стоят машины Которые вообще Уже нахуй В землю вросли Они 10 лет Стоят на спущенной резине Никто в них не поедет Но они стоят И занимают место И начинается Блять Парковка на газоне Нахуй парковка У магазина Блять Парковка Там парковка Не знаю Как у вас У нас во дворе Невозможно пройти По пешеходному тротуару Вот этому узкому Потому что он весь Блять Запаркован Нахуй машинами Идешь по дороге По проезжей части И похуй что ты Блять Дедушка на костылях На коляске Блять Мама с ребенком Всем насрать То есть И в таких условиях Блять Давать людям Еще и дешевые машины Да Ну в пизду Я вас умоляю Обойдусь Лучше уж Чем блять Стоять в пробке И блять Парковать свою машину На свой страх и риск И узнать где вообще Ну Просто по моему Это будет неразумно Как бы Людей надо сначала К этому подготовить Создать какую-то инфраструктуру Вот Вот так должно все делаться Но в любом случае Пока сейчас Со всех сторон Плющат санкции Рубль дешевеет ВВП наше В жопе Нам просто не на что Развивать Автопром Ну и конечно же Недра земли Принадлежат Частным компаниям Так что за продажу Нефти Я думаю что Государство получается Имеет только долю А не все деньги Поэтому Развитие автопрома Отложено в долгий Долгий Очень долгий Долгий ящик Вот как-то так Значит И Алина Абдул Следующий вопрос Прислала Прислала Или прислала Не знаю Вообще По моему Это пацан Все таки Потому что В играх по заявкам Я вижу что В комментах на ютубе Те же игры Кидает какой-то парень Может совпадение Я не знаю Запомнился Алина С прошлого раза Вопросом Про педерастов Лезбиянок И каких-то Теребоник Но в этот раз Она решила спросить Как бы я сделал Игру Видимо Если бы я умел Их делать Как бы я сделал Игру Да херов бы я сделал Игру Конечно Я же блять Российский разработчик Мой максимум Это слупить денег На обложки И какое-нибудь Раскрученное название А то что игра Будет говно Это вообще не важно Какие-то деньги Я уже все равно Заработаю У нас испокон веков Так делалось Невский Титбит Блять И всякая херня То что Мэдисон Обозревает Обозревала Вернее Вот Как бы Какая разница Как Зачем То есть Стараться делать Игру хорошей Там бля Вливать какие-то деньги Если все равно В итоге Получится Говно Вон как Блять Я не знаю Как Илвизин Как блян Этот Дрэгон эйж Третий Он неудачен По моему Вот То есть Люди поиграли Играли Играли Игра И потом сказали Ёб твою мать Ну и хуйня А тут сразу От русского Разработчика Запустил игру Посмотрел Сказал Ой говно Какое Идеальное я считаю Но Если бы я Серьезно решил Поставить себе задачу Сделать какую-то Хорошую Игру То Первонаперво Я думаю Что она была бы Кооперативная И при этом При том что Проходишь кооперативно Вместе Два человека Или сколько их там Может быть Три Проводили бы От силы Ну процентов Наверное Пятьдесят Времени игры А все остальное Время они играли бы В росе И как-то Друг другу На расстоянии Помогая То есть Чтобы Ну чтобы не затрахивать Блять Вот возьмите Dead Space 3 Да Он кооперативный Он прикольный Блять Просто вы идете С другом вдвоем И сносите Все живое Что блять На вас выпрыгнуло Просто получает Двойной заряд патронов В жбан Блять И уходит Вау Так никуда не годится Надо что-то Как-то решать Надо Создавать какие-то Интересные Блять Не знаю Игровые ситуации Что один там Бомбу разминирует Второй блять Отстреливается Почему в третьем Спасике Напарник отстреливался Там Допустим Очень классно было В Dead Island Играть в четвером По сетке Но Было не реализовано Так сказать Лихерово реализовано Езда на машине Да Вы можете Там один едет Трое стреляет Блять Но ездить некуда На вашей игре И незачем Блин стрелять Потому что машина Давит зомби Нахрен Просто разрывая их В говно Вы как бы Надо было сделать так Что нельзя Врезаться в зомби Который ходит Потому что в реальной жизни Если машина Врезается в человека Машина Блять Зачастую Получает Такие повреждения Что уже И сама Та дальше Ехать нормально Не может В общем-то А там Давишь Блять Их там Сотнями И похрен Веники То есть Задатки То были хорошие Задумка Прекрасная Реализована Дерьмовая То есть Типа того И плюс К тому же Я бы сделал Не знаю Какой-нибудь хоррор Вот представьте Что в хоррор Кооперативе Вы вдвоем Играете Не страшно Не страшно А потом Раз вас Как-то Разделило Блять И начинаются Скримеры Нахуй И вы по скайпу Блять Соревнуйтесь Кто громче Будет визжать То есть По-моему Это По крайней мере Хотя бы Оригинально Было бы Или там Один идет Стреляет А второй Ему сверху Не знаю Бросает Светящиеся Палочки Там Чтобы он Видел Куда идет Вот как Во флизерине Вот недавно Было То есть Вот такое Взаимодействие И в то же время Чтобы Игроки Друг другу Не мешали Получать удовольствие От процесса То есть Командная работа Это не всегда Просто Одновременный Шутан То есть Это Иногда Надо делать Совершенно Разные вещи Вот о чем Я хочу сказать Ну а во вторых Игры Мне кажется Сейчас Страдают Не от Кривых Рук Разработчика Потому что Сейчас Можно сделать Абсолютно Все уже Игры Страдают От нехватки Сюжетов Вот Нету Количества Такого Людей Которые Сочиняют Сюжеты То есть Какой-то Процент Людей Очень большой С хорошей Фантазией Пишут Книги Какой-то Процент Людей Снимают Фильмы Или пишут Сценарии А чтобы Купить у них Права На То есть Сделать Из книги Игру Там Или из фильма Это надо Денег поделиться Разработчики Делиться Деньгами Ясное дело Не очень Любят Поэтому Сейчас Игры Просто Страдают От нехватки Новых Идей Просто Новых Сюжетных Решений Каких-то Даже Это было Видно Допустим По Ревелейшену По второму Где просто Вообще Полная Жопа Также Это видно По его Визину Где Жопа Еще Большая Блин Там Этот Гениальный Сюжет Который Просто Был Превращен Блять В поток Бреда Блин Я не знаю То есть Первоначально Нужна Какая-то Идея Про Что Ты Будешь Делать Игру Какую Что Там Какие У тебя Там Враги Какая Цель Общая Завязка Сюжета Это Просто Нельзя Я Не могу Так Сходу Взять И Сказать Какую Я Игру Сделал Вероятно Что Был Был Ужасник Про Что Не Знаю Может Про Зомби Может Не Про Зомби То То есть Вопрос На самом деле Трудный Надо Посидеть Обдумать Составить Какой-то План Набрасать А потом Какой-нибудь Электроник Артис Или Вибисофт У тебя Возьмет И Есть Пиздет Бесплатно Ну Вообще Могу Повторить То Что Уже Говорил Ветсплей По-моему Почти Что В каждом Что Сейчас Вот Именно Вот Сейчас Вот В это Время Актуальнее Всего Сделать Приключенческий Экшен С динозаврами Про динозавров Что угодно Вообще Попасть В прошлое Там Блядь Перенести Динозавров Из прошлого В будущее Сделать Что динозавров Принесло Метеоритом Что они Блядь Зародились В воде И вышли То есть Что угодно Потому что Сейчас Уже Тему Насчет Зомби Постапокалипсиса Еще угодно Все уже Заезжено Затрахано Блин Задрочено А про динозавров Сейчас все Пчун Забыли И Блядь Я вангую Что Пройдет годик-два Выйдет Парк Юрского Периода Следующий фильм И все Дружно Про них Вспомнят И динозавры Просто хлынут Блядь На рынок От всех Разработчиков От Юбисофта Блядь Ассасин с динозаврами Вообще Блядь Охуенная Будет игра Вот Поэтому Пока не поздно И Блин Я бы на месте Какого-нибудь Разработчика Сейчас Уже По-быстрому Начал Что-то Разрабатывать Просто Вот Представьте Что Как будут Смотреться Игры с динозаврами На современной Графике На новых Движке Вот Это как Вот Лара Кроуд Была уже Сделана Нарисована Все Шикарно Шикарный Мир Вокруг Но Блядь Когда Враги У вас Только Люди Их Только Три Видит Настолько Скучно Вот Если Бы Там Птеродактиль Летали Динозавры Томрайдера Там Оставалось Чуть Чуть Уже Карта Готова Все Готова Просто Населите Динозаврами Уберите Людей И все Будет Вообще Шикарно Поэтому Какую Я бы Игру Сделал Я бы Вот Сейчас Им На данный Момент Сделал Игру Про Динозавров Даже Могу Скать Что В духе Второго Дина Кризиса Возможно Что Надо Стрелять Воевать С ними Может 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 Стелса Потому Что Некоторые Динозавры Плохо Видят И Нельзя Двигаться Например Тиранозавр Это Была Бо Смесь Наверное Хоррора Где Надо Было Какие Миссии Выполнять Ночью Экшена Где Надо Бегать И Спасаться Спасаться Бегством От Всяких Разъяренных Тварей Ну И Конечно Это Было Немножко Шутера Чтобы Убивать Хотя Бо Велоцерапторов Или Стрелять В них Дротиком Со Снотворным Как Это Было Опять Же На Кризисе Но Уже В первом Вот Поэтому Вот Такую Я бы Игру И Сделал Сейчас Она Бы Зашла Просто Охуеть Она Бы Взорвала Все Топы Все Чарты Все Золотые Джойстики Насыпались Бы Просто Вот Такой Игре Чисто За Зрелищность За Незатраханную Идею А Пока Что Блядь Получают Золотые Джойстики Всякие Dragon Age Блядь Очередная RPG Где Вообще Нихуя Нового Нету Кроме Как Стол Командования Где Ты Можешь Посидеть Отправить На Какие Задания Кого Что С Получать Не Знаю Детям Интересно Взрослым Честно Не Очень Слишком Тягомотно Все Вот Тем Более Получать Плюшки За то Чего Ты В общем Не Ты Делал Странно Как Раньше Выбираешь Задание Самое Дешевое Выполнять А тут Выбираешь Задание И за тебя Идут Другие Делают Вообще Шедевр Скоро Играть Не Надо Будет Приказы Будешь Отдавать И все Поэтому Пока Не Поздно Я думаю Что Будущее Игр За Приключенческими Экшенами Хоррорами И нормальными Шутерами Все остальное Думаю Что Помрет Что ДРПГ Так Ну Вспомните Когда В последний раз Что-то Интересное Выходило Ну Раз в год Она что-то Выстреливает И то Там В основном Клише Какие-то В итоге Получаются В общем Вот Так что На этом Выпуск Очередных Размышлений Подходит К концу Спасибо Что Послушали Спасибо Что Посмотрели Спасибо Что Понажимали На рекламке Я надеюсь Поэтому Что-нибудь Жмите Что-нибудь Еще Пишите И Адьо И да Если вы хотите Чтобы В следующий выпуск Попал Ваши темы Для размышлений То Заходите Вконтакте В группу Ссылка Под видео Там Находите Тему Про Темы Для размышлений Дебильно звучит По-другому Не скажешь И там Уже Вы вписываете На ютубе Потому что Я затрахаюсь Потом Все это Выискиваю Среди комментариев Так что Вот так В общем На этом Все Адьо